Решите уравнение в целых числах. 1! плюс 2! плюс и так далее плюс x! равно y в квадрате. Как обычно перед просмотром, попробуйте решить эту задачу самостоятельно. Итак, в левой части мы имеем сумму x штук слагаемых от 1! до x! включительно. Поэтому удобно будет начать решение с наименьшего значения числа x. Если x равен 1, то в левой части мы будем иметь только одно слагаемое, которое будет равно 1! А в правой части у нас y в квадрате. Факториал 1 равен 1, а это значит y в квадрате будет равен 1. Извлекаем квадратный корень и получаем два значения числа y. y равен плюс-минус квадратный корень из единицы, то есть y равен плюс-минус единицы. А это значит мы получаем две пары решений. x равен единице, y при этом равен минус единице. И вторая пара x равен единице, y равен единице. То есть две пары решений мы уже нашли. Переходим к следующему значению числа x. То есть рассмотрим случай, когда x равен 2. Тогда в правой части у нас будет уже два слагаемых. Это единица факториал плюс 2 факториал. И эта сумма должна быть равна y в квадрате. 2 факториал по определению факториала это произведение натуральных чисел от единицы до 2 включительно. А единица факториал это единица. То есть в левой части сумма будет равна 3. То есть y в квадрате должен быть равен 3. Откуда y будет равен плюс-минус квадратный корень из 3. То есть можно записать, что в целых числах решений нет. Переходим к третьему случаю. Если значение переменной x равно 3, то тогда в левой части у нас будет уже три слагаемых. Это единица факториал плюс 2 факториал и плюс 3 факториал. И все это должно быть равно y в квадрате. Сумму первых двух слагаемых мы уже находили. Она была равна 3. А 3 факториал это произведение натуральных чисел от единицы до 3 включительно. Получаем уравнение y в квадрате должен быть равен 9. Извлекаем квадратный корень и находим два значения переменной y. y равен плюс-минус квадратный корень из 9, то есть плюс-минус 3. А это значит мы нашли еще две пары решений наших уравнений в целых числах. Это первая пара x равен 3, y равен минус 3. И вторая пара x равен 3, y равен 3. Пишем, что эти пары являются решениями нашего уравнения в целых числах. Четвертый случай. Когда x равен 4. Тогда в левой части у нас будет уже сумма четырех слагаемых. Единица факториал плюс 2 факториал плюс 3 факториал плюс 4 факториал. И все это должно быть равно y в квадрате. Сумму первых трех слагаемых мы уже находили. Она равна 9. А 4 факториал это произведение натуральных чисел от 1 до 4 включительно. 9 плюс 24 получаем 33. То есть y в квадрате должен быть равен 33. И снова мы видим, что последнее уравнение не имеет решений в целых числах. Так как y должен быть равен плюс-минус квадратному корню из 33. То есть четвертый случай в целых числах решений не имеет. Пятый случай. Если x равен 5, то тогда в левой части у нас будет сумма 5 слагаемых. Единица факториал плюс 2 факториал плюс 3 факториал плюс 4 факториал и плюс 5 факториал. И все это должно быть равно y в квадрате. Сумму первых четырех мы уже находили. Она оказалась равна 33. А 5 факториал, как произведение натуральных чисел от 1 до 5 включительно, будет равно 120. И вот теперь можно сразу заметить, что все значения факториалов чисел больше либо равных 5 будут оканчиваться на 0. То есть сумма в левой части будет оканчиваться цифрой 3. Но вначале давайте до конца доведем случай, когда x равен 5. То есть в этом случае y в квадрате будет равен 153. То есть квадрат числа будет оканчиваться цифрой 3. А значит последнее уравнение не имеет решений в целых числах. То есть пишем в целых числах решений нет. И как мы уже заметили, если x больше либо равен 5, то y в квадрате всегда будет оканчиваться цифрой 3. А мы знаем, что квадраты целых чисел могут оканчиваться на 0, 1, 4, 5, 6 или 9. То есть при x больше либо равном 5 наше уравнение в целых числах решений иметь не будет. Так и запишем. Нет решений в целых числах. Пишем ответ. Решением уравнения в целых числах являются пары 1-1, 1-1, 3-3 и 3-3. Задача решена. Кому решение понятно, ставьте лайк, пишите комментарии и не забудьте подписаться на канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!